Всем привет дорогие друзья! Все наборы Ниндзяга января-марта 2022 года. Название сетов по фильму Бэтмен. Еще больше наборов по видеоиграм. Об этом и не только в восьмом выпуске новостей Лего на моем канале. Огромная просьба подписаться. Заранее спасибо, приятного просмотра. Последняя волна конструктора по игре Overwatch произошла в октябре 2019 года. И с тех пор в сети бушевали споры относительно того, закрылась ли тема полностью, или ее производство планируют со временем возвратить взад. Совершенно недавно кое-что прояснилось. Как минимум один набор, посвященный популярной онлайн-игре, появится на свет в ноябре нынешнего года. Имя ему Титан 0 Сектор. Однако в интернет-магазинах, на которые была загружена страница с ожидающей релиза новинкой, указано, что сет будет входить отнюдь не в серию Overwatch, а в совершенно новую тему под названием Gaming. Учитывая, что наименование будущей серии не привязано к конкретной лицензии, то разумно ожидать, что в ее рамках мы сможем наблюдать комплекты по самым различным играм самых разнообразных студий, ограничиваясь при этом разве что возрастным рейтингом. Несколько месяцев назад официальный твиттер-аккаунт Brawl Stars предложил компанию Лего Сотрудничество, которое, возможно, и должно трансформироваться в тему гейминг. Игра от Supercell невероятно популярна даже спустя 3 года после своего появления, а вся эта история один в один повторяет ситуацию с Mojang, причем совпадают даже ее временные рамки. Вспомните, разработчики Майнкрафта также выступили инициаторами коллаба с леговцами, а премьерный сет последний замутили как раз через 3 года после релиза первой версии Майна. Помимо этого, не стоит забывать об успешной коллаборации дачан с японцами в лице Нинтендо, а значит, весьма вероятно появление в природе артикула по играм о Зельде. Короче говоря, потенциал у всей этой затеи сумасшедший. Пишите в комментариях, по каким играм вы мечтаете увидеть наборы с логотипом Лего в перспективе. Что же касается Overwatch, то предмет по нему, согласно слухам, содержит 901 деталь, а стоит собирается 80 евро. Очень скоро появится его официальное изображение. Стали известно название и описание каждого из череды наборов по Лего Ниндзяга января-марта 2022 года. Всего к выходу ожидается 12 артикулов, имеющих ценник в диапазоне от 10 до 100 евро. Это, к слову, значительно дешевле линейки нынешнего июня. Также с будущего года в тему вводится новое направление дзяги под названием Evo, в рамках которого к выходу предполагаются уменьшенные версии уже существующих и хорошо зарекомендовавших себя в торговой сети моделей. Подобная тенденция в развитии линейк наблюдается также и в случае со Star Wars. В последнее время дача не обожают пилить бюджетные версии культовых истребителей, стараясь при этом не ухудшить детализацию изделия. И, на мой взгляд, у них это вполне получается. Посмотрим, состояние ли дизайнера осуществить аналогичную задачу не хуже своих коллег от ЗВ. Итак, 717-57, робот Ллойда 4+, 50 деталей за 10 евро. К появлению готовится предмет зелёного цвета с двумя мечами в руках. В качестве фигурок стоит ожидать Ллойда с чёрно-оранжевым серпентином. 717-60, граммовой дракон Джея Эву, располагает 140 деталями за 20 евро. Артикул довольно сильно смахивает на 4+, модель. Из минифигурок в наличии Джей и Змея. 717-61, павара-пробот Зейна Эву, уменьшенная версия меха Зейна, состоящая всего-навсего из 95 деталей. Сет при этом не входит в категорию 4+. Большие опасения относительно того, как же он всё-таки будет выглядеть. Оценён набор в 10 евро и вложено в него так же, как и в случае с предыдущим изделием, две минифигурки – белый, ниндзя и змея. 717-62, огненный дракон Кая. Совершенно недавно этот комплект уже производился в масштабе фигурки, а около двух лет назад ещё и в виде джуниорс. Новинка включает в себя 204 элемента, а стоимость её обозначена как 30 евро. Имеет внутри три фиги – Кая и двух змей, на одну из которых авторы навесили джетпак. 717-63, гоночная машина Луида Эво. Является более дешёвым вариантом ночного вездехода ниндзя, поскольку состоит из 279 элементов. И имеет на борту ценник в 30 евро. Зелёный ниндзя плюс две змеи в качестве вложения. 717-65, ультра-комбо мех ниндзя. Лично я данную штуковину ожидаю сильнее других. По сути, это робот сразу с четырьмя записанными в ПТС владельцами. Ниндзя. Наплечники и голова робота принадлежат джею и выполнены в синем цвете. Руки чёрные с небольшими золотыми вставками. Тело полностью красное, а ноги и ступни белые. Со стороны антагонистов миру явились два маленьких меха со змеями. Артикул содержит 1104 деталей с обозначенной стоимостью 85 евро. 717-66, легендарный дракон Ллойда. В отличие от двух вышеописанных драконов Кая и Джея, этот товар не будет входить в категорию Эво. 747 деталей. Ллойд, Ния и две змеи внутри. А всё это удовольствие обойдётся в 60 евро. 717-67. Храм Дадзё. 1394 элемента и 100 евро. Флагман первого полугодия 2022 года. Некоторое время назад компания Лего публиковала на своём сайте его приблизительный вид. Изначально считалось, что комплект будет модульником, однако слухи оказались ложными. Храм расположен на каменном основании и выполнен в виде пагоды. Ллойд, Ву, Ния, Коу, Кай и две змеи составляют население Сета. 717-64. Тренировочный центр ниндзя. Этот предмет ожидается к релизу 1 марта. Помимо этого, после не очень долгого перерыва в серию авторы планируют вернуть спиннеры Кая, Джея и Ллойда стоимостью 10 евро. Они также произойдут в марте месяце. Несколько удивительно, что абсолютно во всех артикулах в качестве антагониста выступают гады. Поскольку большинство сетов являются перевыпусками наборов, изначально посвященных сезонам с совсем другими злодеями в главной роли. К примеру, я логично ожидал увидеть в вездеходе ниндзя сынов Гармадона, так как оно и было в оригинале. Питаю надежду, что новые серпентины будут отличаться друг от друга по меньшей мере принтами, или что еще лучше деталями голов. Что же касается кимоно ниндзя, то их концепт несколько месяцев назад уже был опубликован на официальном сайте Лего. С момента выхода предыдущего ролика в сети появилось еще больше подробностей относительно будущей волны наборов Лего Звездные войны. А если точнее, инфа касается сразу трех новых артикулов. 75341. Коллекционная полочная модель Лэндспидера Люка. И пусть как тузе курицу всех задрали бесчисленные перевыпуски данного транспорта, против его выхода в формате UCS я совсем ничего не имею. За всю мировую историю подобный предмет готовится к выходу впервые. Фигурок в нем две единицы – Люк Скайуокер и Си Трипио. Стоить вещь собирается 200 долларов, что в переводе на рубли составит около 15 тысяч. Родится аккурат в День Звездных войн, 4 мая. А также два блистерпака по теме. Напомню, в 1998 году Лего заполучила лицензию на выпуск конструктора, основанного на популярной франшизе. Однако леговцы не имели права продавать фигурки отдельно от наборов, поскольку именно таким ремеслом занималась другая компания по производству игрушек – Хасбро. Поэтому мы и не наблюдаем в природе коллекционной серии фигурок ПЗВ, хотя по другим известным направлениям таковые рожались неоднократно. И вот около года назад указанный запрет был наконец снят. Какие фигурки будут содержать блистерпаки, пока что доподлинно неизвестно. Очень надеюсь, что эксклюзивные. Выйдут оба товара, скорее всего, уже в январе месяце. В марте грядущего года ожидается новый фильм DC – «Бэтмен», по которому корпорация, само собой разумеется, замутит отдельную волну наборов. На днях появились подробности относительно всех четырёх предметов. Бэтмен, Джеймс Гордон и Пингвин составят рацион DC-шных гурманов. 761.83, Бэтпещера, 70 долларов, Бэтмен, Брюс Уэйн, Альфред и Загадочник. А также с этой серии Лего Арт, приуроченной к выходу киноленты. Что он будет из себя представлять до поры покрыта туманом. Известно, однако, его стоимость – 120 долларов. А на этом всё. Не забывайте подписываться на канал, и тогда, надеюсь, совсем скоро я смогу провести новый конкурс. А также обязательно пишите в комментариях ваше мнение относительно сегодняшних новостей. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok